Трещина в образовательном процессе. Школа номер 4 пока не готова принять школьников в новом учебном году. Неблагодаря вопреки. Проблема с доставкой воды, отсутствие дорог и замороженное строительство жилья. Съемочная группа нашего телеканала вернулась из Индиги. Подробности через несколько секунд. Время новостей на телеканале Север. С картиной дня вас познакомят наши корреспонденты. В студии Алина Ваучейская. Школа номер 4 к новому учебному году пока не готова. На еженедельной планерке при губернаторе мэр города Татьяна Федорова доложила о ситуации в учебном заведении, на корпусе которого появилась трещина. Признают ли здание, в котором обучаются и работают более тысячи человек аварийным, станет известно к середине августа. Обсудили на оперативном совещании и другие важные вопросы. Все подробности далее. Подготовка к зимнему и учебному сезонам стала основной темой планерки. На сегодня наибольшее опасение вызывает школа номер 4, на здании которой появилась трещина. В июне состоялась встреча сотрудников образования, надзорных органов, строительной компании под руководством губернатора Игоря Кошина. Представитель компании «Наренмарстрой», возводивший учебный корпус, пояснил. Для решения дальнейшей судьбы здания необходимо экспертное заключение. Для этого округ изыскал 6 миллионов рублей и передал их администрации города. На планерке Татьяна Федорова доложила. Договор на экспертизу заключен. Замещание с участием всех заинтересованных контролирующих работ состоялось. 15 августа должно быть рекомендацией. Новая школа в поселке Красное также ждет своего часа. Гостро и жилнадзор вынес подрядчику ряд замечаний, которые надо устранить. В остальных школах завершаются ремонтные работы. На этой неделе в учебные заведения поедут приемные комиссии. Готовятся к осенне-зимнему сезону объекты тепло, энерго и водоснабжения. В городском ПОК и ТС проводят чистку скважин, колодцев, проводят плановые и капитальные ремонты. Мы с вами паспорта внутри предприятия обычно готовим. И они у нас готовы к первому сентября всегда. А дальше пошли уже в гостернадзор и пошло поеду. Аграрии завершают заготовку зимнего корма для скота. Ненецкая агропромышленная компания обеспечила себе кормом на 100%, сеножом на 80%. На предприятии подводят итоги первого полугодия. Месокомбинат заканчивает ремонтные работы в сельских убойных пунктах. 18 августа будут принимать новый семимодульный убойный пункт в Харевере. Ещё одна новая установка будет запущена в НИСИ. Там проведут пробный забой оленей. Согласовали, в принципе, коммерческое приглашение до всех СПК довели по увеличению закупки мяса оленины. Первая категория по 160, вторая категория 136. Надеемся в этом году закупить мясо побольше оленей. Игорь Кошин отметил, в новых экономических условиях необходимо внимательнее относиться к оценке эффективности проведённой работы и планированию. У нас нет сегодня возможности, и слава богу, и мы должны прекратить это, когда мы бегаем, как сумасшедшие за подрядчиком, уговариваем его, достройте, пожалуйста, иначе нам тут совсем будет тяжело. У нас сегодня нет ситуации, при которой мы за счёт бюджета строим, покупаем жильё, что мы делали на протяжении последних лет, а дальше потом закладываем те же деньги, опять же, приводим это жильё уже в нормативный порядок. Губернатор предложил провести встречу со своими заместителями, руководителями города и Заполярного района. Темой обсуждения станут подведение итогов работы за минувшие 7 месяцев и планы дальнейшего развития. На совещании обсудят и ситуацию с недостроенными многоквартирными домами в Индиге. Их строительство было заморожено ещё в сентябре 2013 года. Но не только эта проблема набила оскомину индикчанам. Мы с моим коллегой-телеоператором побывали в населённом пункте и с первых уст узнали, что тревожит жителей столицы Тиманского сельсовета. Что только не растёт в её огороде. Картошка, клубника и даже цветы. Тамара Пескова домашним хозяйством занимается чуть ли не с детства. Женщина всю жизнь проработала учителем в индикской школе. И даже сейчас, когда вышла на пенсию, мысли о переезде в город даже не приходят. Красивая природа и родные места не отпускают, смеётся Тамара Егоровна. Но тут же становится серьёзно и рассказывает об одной из главных проблем. Вот нет у нас, знаете, строительства. Приезжает столько специалистов, учителя без квартир. Медики вот сейчас, врач живёт в больнице. Медики. Люди хотят приехать сюда работать, но жить у нас негде. Эта проблема уже набила оскомину жителям Индиги. Всего в очереди на получение жилья состоит 74 семьи. А строительство многоквартирных домов было заморожено ещё в 2013 году. Подрядчики обанкротились, а в казне муниципалитета деньги на эти цели не предусмотрены. В итоге два четырёхквартирных и один двухквартирный дом так и стоят. Есть стены, окна, двери и крыша, а вот инфраструктура и внутренняя отделка отсутствуют. Недострои уже облюбовали местные подростки. Глава посёлка не раз заколачивал двери у этих домов. Для проведения недостроев пригодность для проживания, по словам главы населённого пункта, нужно всего полгода. Вопрос начал медленно, но решаться. Если всё сложится удачно, то многоквартирки начнут достраивать в 2016 году. Ну а те, кто ждать жильё уже не может, нашли другой выход из ситуации и возводят дома по госпрограмме жилища. На сегодняшний день где-то построено, семьи построили восемь домов. Стройки продолжаются, идут на сегодняшний день. И программа замечательная. У нас 70 на 30, то есть 70% это окружные средства и 30% это средства граждан. Помимо строительства жилья, существует в Индиге и проблема с дорогами. Если внутри посёлка передвигаться худо-бедно, но можно, то на свалку, например, добраться куда сложнее. Местные даже шутят. Поехал на свалку, обратно не вернёшься. До свалки просто так не доехать. Так называемой свалки, там просто отсутствует дорога. Свои средства мы не можем туда затратить, так как это уже территория Заполярного района. Заполярный район, конечно, мы уже писали, обращались, и это уже вопрос поднимался много раз. И этот вопрос не только у нас такой. То есть и утилизировать мы не можем. У нас нет специальной техники утилизировать мусор. Рядом с дорогами остро стоит и проблема с обеспечением посёлка водой. Индига находится вблизи Варенцева моря, поэтому вода в реке солёная, а питьевую набирают в 4 километрах от посёлка. Программа «Чистая вода» здесь не работает. Установка для очистки жизненно необходимой жидкости, что поставили несколько лет назад, просто-напросто не справляется. Фильтры забиваются. Тревожит индикчан из состояния подвесного моста. Одна из главных достопримечательностей Индиги – подвесной мост. В Ненецком округе это единственное сооружение подобного рода. Мост был построен ещё в 1996 году из-за необходимости соединить две части посёлка. Если зимой перебраться на тот берег можно по замёрзшей реке, то летом это единственная связующая нить между правым и левым берегом. Вообще мост пешеходный, но по нему также лихо носятся квадроциклы и мотоциклы, что не всегда безопасно. Жители Индиги считают, посёлку нужен новый современный мост, по которому смогут передвигаться как пешком, так и на технике. Будет ли построен новый мост – неизвестно. Пока же администрация Тиманского сельсовета объявила электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту пешеходного моста. Вот так и живут в Индиге, преодолевая трудности, не благодаря, а вопреки. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», Индига, Ненецкий автономный округ. Жители округа вновь итакуют мошенники. Доверчивая пенсионерка чуть не стала жертвой аферистов. За чудодейственные молитвы женщина хотела перевести 700 тысяч рублей. Частота и порядок. Наша съёмочная группа выясняла, как осваиваются средства грантов на благоустройство сельских поселений. На этот раз корреспонденты отправились в красные. 700 тысяч рублей пыталась перевести доверчивая жительница Наринмара за сомнительную услугу. Мошенники убедили перевести крупную сумму денег за чудодейственные молитвы, которыми, по их словам, можно излечиться от множества болезней. Это уже далеко не первый случай мошенничества в округе. Жертвами преступников становятся самые незащищённые слои населения – пенсионеры. Путём телефонных звонков они выходят на жителей нашего города, сообщают им информацию о том, что благодаря, допустим, пенснопениям, по телефону, который они проводят, трансляцию, значит, которая длится полтора часа, значит, благодаря этому пенснопению человеку становится улучшим. Значит, наши люди, как бы, идут на данную сделку, за данные услуги нужно, как говорится, те люди просят, так называемые правонарушители, просят возмещение денежных средств, ну, то есть, как говорится, заплатить за оказанные услуги. Вот, суммы этих услуг, они очень большие, значит, в пределах 100 тысяч, 200 тысяч, а то доходит до 700 тысяч, бывает 500 тысяч. Значит, денежные средства нашими гражданами переводятся через банк, ну, я имею в виду, приходят в банк, переводят путём транзакции через Бербанк, через Петр Камец и ныне банки. Поймать преступника порой очень сложно, так как действуют они не напрямую, звонят из других регионов России. К тому же, мошенник всегда может ответить, что пожертвование было добровольным. Я, конечно, хотел бы попросить жителей города Наримара, особенно получается, если я сказал, что, ну, возрастной категория наших потерпевших, она большая, значит, именно детей, вот, обратиться к своим родным, я имею в виду, бабушкам, там, дедушкам, родителям, и посмотреть их транзакции, то есть переводы денежных средств куда-то в другие регионы, то есть Москву, Санкт-Петербург, там, иные, большими суммами. Красное засияет светодиодами. 12 миллионов рублей выиграл муниципалитет на благоустройство территории и стал одним из лидеров среди заявившихся. Более 60% работ уже выполнено, наша съемочная группа выяснила, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Экскурсию по преображающемуся красному провел председатель Совета депутатов Приморско-Куйского сельсовета Леонтий Чупров. Он рассказал, что светодиодные освещения планируются использовать в зимнее время. Сейчас все внимание уделяется озеленению территории. Уже около всех учреждений и социальных объектов разбиты клумбы и высажены цветы. О других цветах жизни детях поселка Красное тоже позаботились. Для них в плане предусмотрена новая игровая площадка. Место для нее выбирали всем поселкам. Возле 12-квартирного жилого дома были снесены старые сараи. Тоже провели процедуру, так скажем, земельного контроля. Выяснили собственников, собрали собрание, решили эти сараи снести. И на данном месте у нас будет детская игровая площадка. Новый игровой комплекс приобрели за счет средств субсидии. В ближайшем времени она поступит из города Кирова. Кстати, это уже четвертая по счету игровая зона в поселке Красное. Для сельской молодежи и взрослого населения появится площадка с пятью уличными тренажерами, которые уже доставлены в поселок. Из 12 победителей окружного конкурса грантов по благоустройству именно Приморско-Куйский совет стал одним из лидеров, реализовав денежные средства грантов более чем на 60%. Получили мы грант 12 миллионов рублей, заняли второе место в своей подгруппе. На сегодняшний день больше половины уже мероприятий осуществлены. Такие мероприятия, как дополнительная установка уличного освещения в поселке Красное, приобретение дорожных плит, в стадии заключения контракта на устройство твердых покрытий, то есть укладку дорожных плит. Нередко у нас случаются конфликты на твердом покрытии, так скажем. Автоводители считают, что это их дорога, и они правы. Но пешеходы не хотят уступать, поэтому смело идут по так называемой нашей бетонке. Поэтому в этой центральной части поселка, где наша школа, где дети идут в школу, будут отдельно выложены тротуары. 170 плит планируется выложить от центра поселка, где находится остановка по улице Мира, огибая общеобразовательную школу. Руководство муниципалитета надеется, что это поможет обезопасить школьников и жителей поселка от дорожно-транспортных происшествий. Все работы по благоустройству планируется выполнить до наступления морозов. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Ненецкий округ вошел в серебряное ожерелье России. Туризм становится выгодным направлением для развития экономики регионов. Ненецкий округ не исключение. Горячими источниками «Пумвашор» заинтересовались туроператоры из республики Коми. Ненецкий автономный округ закольцевали. В России запускается новый проект «Серебряное ожерелье», который должен объединить туристическое и культурное пространство Северо-Запада. Идея дополнить знаменитый туристический бренд «Золотое кольцо» кольцом вокруг Санкт-Петербурга родилась давно. Это логично. Если Москву окружает города Владимира Суздальской Руси, то почему бы не создать вокруг северной столицы туристический маршрут из древних городов Новгородского княжества? Можно было, да, почему нет. Интересно по России путешествовать. В Великом Новгороде очень красиво, в Ивангороде тоже. То, что там граница с Нарвой, очень красивая сама по себе граница. В Выборге очень красиво. Всем советую Выборг посетить. Я у многих уже была, в принципе, но в Великие Луки не была, туда можно было бы съездить. Вообще интересно, мне кажется, в любых местах побывать в России. Памятники интересные, может быть, какие-то, как вот в Малые Карелы, вот что-то наподобие, вот, может, какие-то древние, такие уже более старинные какие-то постройки, церкви, может быть, монастыри какие-то красивые. Обязательно, почему бы и нет, путешествовать в Россию. А почему вам нравится? Вот сейчас многие ездят за границу, а почему именно... Ну, в Россию поздать, свою любимую страну. Проект «Серебряное жерелье» сформировался по инициативе Минкультуры как единое туристическое пространство на Северо-Западе, в которое вошли Санкт-Петербург, Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Изборс, Печоры, Старая Ладога, Тихвин и другие. А после присоединения к проекту Вологды, Архангельска, Соловками, Мурманска, Калининграда, Коми и Ненецкого автономного округа кольцо стало гигантским ожерельем, в котором 33 архитектурно-ландшафтные зоны, где в первозданном виде сохранились памятники, парки, усадьбы, мосты и каналы, своеобразная машина времени для туристов. По маршруту огромный выбор крепостей и фортов, стоящих на границе славянских земель, включая Невский пятачок, памятник прорыва блокады Ленинграда. Есть подземные крепости, линия Менергейма. Для паломников – посещение десятков монастырей и храмов, от Кирилла Белозерского монастыря Вологодской области до Соловков. Проект еще только запускает, а уже установлен рекорд. На Соловках побывали около тысячи туристов с круизного суперлайнера «Кристалл Симфони» и 500 членов экипажа. Причем всем им не нужны гостиницы. Таким образом, туроператоры уже разрабатывают новые программы экскурсионного обслуживания. А Соловецкий музей-заповедник проводит дополнительный набор экскурсоводов. А в Ненецком округе набирает обороты экологический туризм. Ненецкий автономный округ может многое внести в проект «Серебряное жилелье», потому что он дает для этого проекта, в первую очередь он дает Арктику. Арктику, которая является доступной, для которой можно долететь из Москвы и Санкт-Петербурга за два с половиной часа. И если, например, люди поедут путешествовать по данному маршруту, то, наверное, только Ненецкий автономный округ может предложить именно все арктическое многообразие. Это остров Айгач, это Андерма, это белые медведи, моржи. Плюс это оленеводы, огромная красивая река Печора и огромные возможности для рыбаков, охотников. Потому что, ну, недалеко не секрет, что, например, весенняя охота на прилетного гуся в Ненецком округе, наверное, самая лучшая в Европе. Запуск «Серебряного жилелья» будет способствовать скорейшей разработке уже существующих туристических маршрутов на территории Ненецкого округа. Любовь Пермякова, Мария Кравченко, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И пока экономисты бьют тревогу по поводу оттока инвестиций, иностранные туристы в прямом и переносном смысле везут в Россию пароходы денег. Туризм становится выгодным направлением для развития экономики регионов. Для разработки одного из привлекательных экологических маршрутов на территории нашего края урочища Пымвашор-Ненецкий округ нашел партнера. Во время встречи рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, посвященной арктическому туризму, было озвучено, что туроператоры Коми заинтересованы в создании этого маршрута. Пымвашор в переводе с Коми означает ручей горячей воды, термальное урочище в бассейне реки Адьбы. Включает в себя комплекс из восьми минерально-термальных источников с температурой 20-28 градусов по Цельсию и археологические объекты. Источники остаются свободными от льда и теплыми даже при сильных арктических морозах. Пымвашор имеет статус особо охраняемой территории. Несмотря на то, что объект расположен вдали от транспортной инфраструктуры как Ненинского округа, так и Коми, его посещают неорганизованные туристы. Планируется же сейчас, обсуждается на уровне субъектов Республики Коми и Ненинского автономного округа, развитие организованного туризма на данной территории. Чтобы развивать данные, данные туристические маршруты и так далее, необходимо провести финансово-экономические расчеты от целесообразности, о том, сколько это будет стоить, о том, провести также изучение инженерно-экологические изыскания насчет того, каким образом оформить вот этот вот маршрут. Директор фонда привлечения инвестиций и развития предпринимательства Ненинского округа Алексей Попов высказал мнение, что нужно разработать бизнес-проект по Пымбашору, чтобы понять, во сколько могут обойтись все необходимые мероприятия, а затем начать поиск инвесторов. Ими могут быть бизнесмены, как Республики Коми, так и Ненинского округа. Оба субъекта заинтересованы в изучении и облагораживании территории вокруг Пымбашор, ее постоянной охране и создании цивилизованного туристического маршрута к этому уникальному месту. Это были новости от наших корреспондентов. Будьте в курсе последних событий. Напомню, телеканал «Север» вы можете смотреть в пакете НТВ+, Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru. Всего вам доброго!